Добрый день, дорогие друзья, гости на моём канале. Я, как всегда, рада вас приветствовать. Очень часто в последнее время мне присылают фотографии фиалок в WhatsApp, в Viber, в ВКонтакте с просьбой подсказать, что не так с детками. Почему они вот так вот вытягиваются, почему у них листики такие тусклые, безжизненные, жёлтые. И я вчера, вчера была у мамы в гостях, насобирала там немножко деток, 4 штучки. Хочу на этом примере показать вам, почему у вас такие проблемы возникают в выращивании фиалок, именно в выращивании деток. Значит, самая первая проблема – это грунт. Смотрите, какой тяжёлый грунт. Какой тяжёлый грунт. На стаканчиках здесь видно солевые отложения, вот какие, да, страшные. Это плохая вода, полив плохой водой. Совсем прям не очищенный, с-под крана, даже не отстоянный. Вторая проблема – это полив. Смотрите, да, тяжёлый грунт. И вот здесь вот, вот я сейчас достану, посмотрите, какая мокрота. А вот здесь та же детка. Посмотрите, до какой степени она пересушена. Вот, в принципе, и все проблемы, почему у вас, ваши фиалочки плохо растут, почему у них такие листики безжизненные, бледные, тусклые. Это грунт и полив. Вот. То, что они вытягиваются, это либо же посажены вот так вот в полстаканчика, и им расти некуда, им нужно вытягиваться. Или же это недостаток освещения. Может быть, ещё теснота. Вот, смотрите, да, какой длинный стволик. Можно ли вот эти детки привести в чувства и вырастить из них что-то красивое, хорошее? Конечно же, можно, если вовремя этим заняться. Что я, собственно говоря, сейчас и буду делать. Значит, самая важная детка вообще для меня вот эта. У меня брусничный сироп сорт был. Я всё распродала, потому что этот сорт у меня ушёл из коллекции. И мне написала одна женщина. В общем-то, очень хотелось ей брусничный сироп. И я вдруг вспомнила, что, возможно, у моей мамы где-то в закромах какие-то детки и сохранились этого сорта. В общем-то, нашла я вот одну детку. Она не подписанная, но по листикам, судя вот по листикам, это должен быть брусничный сироп. Вот. Поэтому вот эту детку я сейчас в первую очередь буду проверять, приводить в чувство, чтобы потом проверить, да, ну, как зацветёт брусничный сироп это, или же это что-то другое. У меня мама не подписывает сорта. Я могу только приехать и по листочкам. Вот это вот я вижу, что это РМ хрустальный перезвон. Тут такие вот листики. Конечно, сравнить мои детки и вот эту. А вот это такое, не знаю, что это за две детки. У меня такое подозрение, что это или Ле Маджента, или же это Джорджия Додаян. Ну, вот, скорее всего, это Ле Маджента. Вот. Ну, будем смотреть. Значит, давайте начнём с вот этого брусничного сиропа. Да, вот что здесь делать. Корни здесь, ну, вот, посмотрите, они вроде бы и что-то там светлые, но смысла сохранять вот эту корневую я совершенно не вижу. Здесь детку нужно переукоренять. Вот. Я просто срежу отсюда. Вот, посмотрите, что на листиках, да. Это вот от плохой воды. А если ещё поливать такой водой и ещё и пичкать фиалки удобрениями, то это вообще, это горе. Просто-напросто. Значит, что дальше? Так, видно вам, надеюсь, да, посерединке. Дальше я вот так вот эти вот листочки все снимаю. Здесь вот ещё и пасынки какие-то были. Вот. Снимаю вот эти листочки. Сейчас зачищу стволик. И вот самые такие живые листики оставлю. Даже вот эти два. Или удалить их. Нет, не буду. Здесь стволик, в принципе, хороший. Вот просто зачищаю стволик. Немножечко. Мне просто нужно, чтобы эта детка быстрее зацвела. Поэтому я не хочу у неё убирать много листочков. Чем больше листвы на фиалочке, тем она быстрее зацветёт. Мне как раз я проверю. Значит, ничего я такого тут особенного не буду делать. Вот эти вот старые корешки я ножничками срежу. И вот у меня уже подготовленный стаканчик с торфом. Здесь один торф и совсем там чуть-чуть перлита. В последнее время я вообще в чистый торф всё сажу. Это просто у меня перлит оставался. Но я решила его использовать. Вот. Так. Немножко грунт пролили. И теперь я просто вот лёгким движением вставляю сюда вот этот стволик. Так. Эту фиалочку. И эта детка у меня будет в тепличке наращивать новые корешки. Вот. Сейчас немножко. Всё. Потом как только здесь в стаканчике появятся корешки я их увижу и тогда эту детку в этом же стаканчике приподниму повыше. То есть подниму на дно грунта добавлю и она у меня будет расти. Так. С этой разобрались. Пока я её сюда отставлю. Давайте теперь вот это. Ну это РМ хрустальный перезвон. Вообще обожаю этот сорт. фиалки вот тоже что делаем. Ну давайте посмотрим что здесь. Вот смотрите что здесь тоже происходит. Если вы будете так выращивать фиалки то красивых розеток и пышного цветения вы не дождётесь. Так. Вот это я всё сейчас стволик длинный. поэтому я всё сейчас вот это срежу. Стволик чтобы покороче был и чтобы у меня детка росла не с длинными черешками. то есть вот всё так видно. Смотрю в камеру. Вот этот листик ещё уберу. Вот. И вот такая вот розеточка у меня остаётся. Смотрите я ничего не подписываю. У меня стаканчики не подписаны. потому что мало ли чего вдруг я вдруг я что-то перепутала. Ну это вот точно хрустальный перезвон его. Я его узнаю за тысячу верст как говорится. Вот. Так. Вот это какой-то комочек здесь попался с торфа. Выброшу его. Вот так. Стволик прикрываем грунтом чтобы у нас на этом стволике корешки наросли быстрее. Не заглубляем точку роста. Вот. Ну я на фитиль не буду ставить поэтому здесь всё нормально с заглублением. Всё отставляю тоже в тепличку потом поставлю. Так. Дальше. Дальше вот детка смотрим да грунт тяжёлый. но здесь вот ещё и корешки какие-то есть светлые. Не знаю сейчас попробую достать. Да нет ничего я тут сохранять не буду. Вот. Грунт тяжёлый. Я буду в торф это всё делать. Поэтому ещё вот от стволик всё равно сейчас вот оголится. Хотя нет. тоже срежу вот эти все листья обесцвеченные уберу. Вот. И заново переукореню. Прямо даже интересно что это у меня за сорт. вот. Так. Я у мамы в принципе знаю, что заразы никакой нет. Поэтому только вчера, когда привезла их домой, эти фиалочки, фитовермом обработала. они у меня ночь постояли. И я сегодня решила ими заняться. То есть знаю, что ничего такого плохого здесь не будет. Ну а здесь я сейчас стволик обрежу. Вот эти корешки старые. Так. И помою. Пополоскаю этот стволик сейчас. Так. Сейчас срез еще вот тут ножом срежу, чтобы не смято все было так. минутку. Не подготовила. Так. Все. Чуть-чуть стволик помыла, чтобы чистенький был. И так. Ну вот эти два листа я, наверное, все-таки тоже удалю. Вот. Один. Вот такая розеточка у меня останется. Так. Тоже я это все сейчас в стаканчик. Немножко поливаю грунт. И просто вот так вот легким движением сюда все вставляю. Все вставляю. Тоже корешки как появятся. Потом просто приподниму, чтобы детка не вытягивалась. Это РМ россыпь самоцветов. Посмотрите, какая красота. прелесть просто. Фиалочка цветет. Здесь вот у нее что-то там на фитиле росло в моем горшочке. Но у нее фитильные поливы это нечто. Это она может их окунуть полностью в воду и они вот там в воде у нее стоят. То есть вот эту воздушную подушку не оставляет. может засушить. И вот здесь тут уже пошли отмирание листьев. Пятна вот на листьях. Видите загнивание идет. Это уже скорее всего какая-то проблема с корнями. Это кстати я детку отсаживала 20.01 20.01 21 года еще. Если это бирочка правильная. Значит мне жалко сейчас трогать эту фиалочку. Посмотрите какой прекрасный экземпляр сортовой. Она цветет. Вот и что я хочу сейчас попробовать сделать. Я хочу сейчас вот эти листья плохие поснимать у этой фиалочки. Вытащить вот этот фитилек и на верхнем поливе пока ее выращивать потому что на фитиль ставить не стоит. Так все плохие листья поснимаем. Пусть то вот уже цветы мельчают. Вот они сортовые но они мельчают. это вот тоже из-за неправильного ухода. Так еще вот этот листик наверное сниму да вот вот эти бы я еще бы поснимала но пусть еще будут вот вот этот фитиль я сейчас старый вытащу посмотрите какой страшный сейчас достану ее посмотрю у нее корни ну корни в принципе светлые даже не знаю подуры там вот вижу подуры так наверное сейчас я вымою этот горшочек и все таки чуть-чуть чуть-чуть грунт освежу этот горшочек помою вот просто вот этот верхний слой немножечко сниму мне просто очень хочется вообще по-хорошему эту фиалку переукоренить бы нужно поснимать все цветы и переукоренить но так мне не хочется вот это цветение нарушать такое красивое что я попробую просто аккуратно это все не особо нарушая корневую систему обновить грунт таким образом и питание добавится потому что здесь у меня вот еще грунт торф с пенопластовыми шариками так ну вот все в принципе вот а внизу вообще вот корешки отваливаются практически то я прям всю потрепала вот все 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 больше ничего не трогаем и сейчас я быстро бумаю горшочек грунт у меня торф как я уже сказала на дно так сейчас ложечку вот так вот одну грунта сейчас мы примерим фиалочку и потом свежим грунтом все это обсыплю так вот это нет корни светлые корни светлые просто вовремя в общем-то я ее забрала эту фиалочку еще бы там чуть-чуть она пожила с таким поливом и там уже спасать бы пришлось только методом переукоренения так теперь засыпаем грунта ой так примерится просто по краю горшочка так неудобно и как-то так так стволик этот который оголился после листиков да какие я листики сняла тут сейчас на этом стволике нарастут корешки вот и если все хорошо где-то через месяц из дренажных отверстий должны на капиллярных матах показаться новые корешки капиллярные маты я увлажняю не постоянно то есть просушиваю их вот просушиваю и у меня получается такой полив с поддона равномерный грунт не сильно сырой мокрой влажной и фиалки и и легкие воздушные рыхлые остается грунт дольше на капиллярных матах торф просыхает без перлита и без пенопластовых шариков медленнее поэтому с поливом я успеваю в принципе ну поливаю каждый день фиалки не все конечно каждый день но осмотр делаю каждый день ведь вечером все время у меня такая проверка где-то что-то полить где-то что-то переставить в общем-то фиалки это такие цветы такие комнатные цветы которые надолго без внимания бросать нельзя постоянно нужно за ними смотреть вот ухаживать и тогда они будут радовать вас своим красивым внешним видом и хорошим обильным цветением так надеюсь видео будет вам полезным ну или просто интересным да кто-то любит возможно пересадки просто посмотрел возможно что-то для себя полезное какие-то моменты взял с видео на этом всем всего доброго до свидания подожди я Продолжение следует...